Данные из фильма Рината Усатова «Молдова. Территория беззакония» были представлены на этой неделе делегацией молдавских правозащитников в рамках 35-й сессии по правам человека, проходившей в штаб-квартире ООН в Женеве. Об этом Бельскому телевидению рассказала адвокат Анна Урсаки, которая принимала участие в сессии. Стало очень большим сюрпризом обсуждение недавно вспыхнувшего скандала касательно присутствия обовлечения генерального прокурора Эдуарда Хорожина, прокурора антикоррупции Виарела Морарь и других чиновников высокого уровня в куплю-продажу данных, документов и а также секретных файлов интерпола. По словам адвоката, которая защищала в Молдове политзаключенных, пока на нее саму не сфабриковали дело, один день из четырехдневной сессии молдавская делегация посвятила встречам с представителями институтов, регламентирующих деятельность интерпола. Анна Урсаки отметила, что европейские чиновники были в ужасе от представленных в фильме доказательств. Следует отметить, что в ООН практически один день из этой четырехдневной сессии, на которой мы участвовали, был приурочен встречам с теми институтами, которые могут влиять и которые регламентируют определенное течение вещей в интерполе, особенно после того, как сейчас в интерполе проводится очень серьезная реформа. Официальные структуры, которые с нами встречались, просто были в ужасе от данных, которые мы представили, от коррупционных доказательств того, что, оказывается, секретные файлы могут быть куплены, а также проданы. О том, что заказные уголовные дела могут стать настоящим способом для обогащения преступников, которые находятся в классе. И самое страшное, это то, что сегодня уже в ООН поняли, что жертв, которые преследуются по политическим мотивам в Республике Молдова, этот режим намеревается достать, найти и пойти в ходу любого вида уничтожения везде. Поэтому было очень важно говорить о том, как они злоупотребляют инструментами интерпола именно здесь в ООН, потому что эта организация охватывает весь мир, охватывает такие страны, которые не касаются самого Евросоюза, потому что совершенно естественно, что злоупотребление инструментами интерпола – это тот конек нашей псевдовласти, который они захотят использовать не только в странах Евросоюза. Анна Урсаки также проинформировала, что молдавская делегация, в которую вошел и экс-посол Молдовы в ООН Алексей Тулбуре, встречались со спецдокладчиками комиссии, которые имеют мандаты на реагирование на нарушение прав человека в первую очередь, на нарушение права на свободу слова, права на выражение свободного мнения и на протесты. Кроме того, состоялись встречи с докладчиками на уровне антикоррупционных комитетов. Ранее лидер оппозиционной нашей партии, мэр Бельс Рената Усатый, выпустил документальный фильм «Молдова. Территория беззакония». Согласно представленным в фильме свидетельствам, в организованную преступную группировку входили генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжин, его заместитель Игорь Сербинов, прокурор по борьбе с коррупцией Виарел Морарь, прокурор по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуёк, прокурор Игорь Димчучин, директор СИП Михай Балан, глава полиции Георгий Кавкалюк. Весной 2016 года направляется запрос в комиссию Интерпола по контролю файлов в Лионе о наличии Германа Горбунцова в международной разыскной базе. Суммы, которые Горбунцов готов платить за прекращение своих уголовных дел и платит десятки тысяч долларов прокурорам, адвокатам, сотрудникам Национального центра по борьбе с коррупцией. Саша, Герман просит подтвердить, что в следующий раз будет именно исключение из Интерпола, а не очередной набор бумаг за одно дело. Сто зелени Дима даёт в ячейку мне, но с условием, что в следующий раз оплата будет только за полное снятие с Интерпола, как обязательное условие. Так что с розыском? Снимают? Он мне голову ебан за 200к. Димчучину Саша Маломан передал двадцатку. Тот заносит в качестве аванса наверх и начинают работать. Интерпол сказали, что запустили процесс снятия. Как следует из этой переписки, аванс 20 тысяч долларов надо занести в прокуратуру. В общем, цена вопроса от 100 до 200 тысяч долларов в зависимости от дела. По прекращению уголовных дел на Горбунцовой его партнёры работают с генпрокурором Эдуардом Харунжиным, который оказывает максимальное содействие. Из переписки мы узнаём имена и непосредственных исполнителей. Это заместитель генпрокурора Игорь Сербинов и глава прокуратуры по борьбе с коррупцией Виарел Морарь, стоимость услуг которого прямо указывается бизнес-партнёрами Горбунцова. Пока материалы Морарь отказывается передавать. Говорит, чтобы лично генеральный распорядился отдать нам материалы, либо ждите сроки. В общем, хочет денег. Но Сербинов говорит, что клиент уже делал запрос в Лион. Это может быть обычный понт от антикоррупционного центра. Указанные чиновники возбуждали уголовные преследования за десятки и сотни тысяч долларов. Кроме того, в сферу их услуг входила официальная переписка с Интерполом и другими международными структурами с целью прекращения международного преследования в отношении чёрного банкира Германа Горбунцова. Кроме того, также за взятки правоохранители возбуждали целый ряд уголовных дел в отношении Рината Усатова с целью выгораживания Горбунцова и прекращения его международного преследования.